Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачева, Черкесия. Технический осмотр транспорта – это обязательная процедура. Она позволяет убедиться, что машина работает исправно и не несет опасности. Как и кто проводит техосмотр автобусов, насколько важна эта процедура и как к ней относятся владельцы автотранспорта, расскажет Альбина Ламкова. Технический осмотр проводится экспертами станции. В пункте работают три специалиста, имеющие соответствующие дипломы. Проверку осуществляют совместно с сотрудниками ГИБДД. На самом деле, процесс важный. Без его прохождения ни один автомобиль не будет допущен к эксплуатации. Госавтоинспекция непосредственно принимает участие при проведении технического осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Это категория М2, М3, то есть категория Д. Прежде чем отправляться в пункт осмотра к оператору, необходимо подготовить документы на машину, а также паспорт и водительское удостоверение. Но в первую очередь водителю необходимо обратить внимание на техническое состояние автомобиля, потому как за его спиной находятся десятки пассажиров. И он, естественно, несет не только административную, но и уголовную ответственность. Это жизнь людей, и с этим шутить никак нельзя. Поэтому и проверка транспорта осуществляется тщательно, отметил оператор пункта Ахмат Иркенов. Основное внимание уделяется техническому состоянию автомобиля, исправности рулевой тормозной системы, наличии и работоспособности всех световых приборов. Ну и, естественно, мы проверяем уже все конструктивные особенности автомобиля, ходовую часть, агрегаты и отдельные узлы. Джадду Суинбаев более 30 лет за рулем. Он, как и любой водитель, серьезно относится к техническому осмотру транспорта. И неважно, машина новая или с более высоким количеством пробега. Мы все ездим на дороге, а тем более автобусы, они отвечают еще за пассажиров. Если машина подготовленная, если водитель за ним смотрит, чинит, туда-сюда, конечно, процедура не сложна. Предварительно с руководством ГИБДД перед техническим осмотром транспорта составляется график приема автобусов. По итогам проверки владельцу выдается специальная диагностическая карта, которая котируется на территории всей страны. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сегодня в традиционной рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем о деятельности отдела лицензионно-разрешительной работы от Джигутинского районного управления Росгвардии России по республике. Особенности работы узнавала Фатима Даурова. Одна из основных функций, возложенных государством на Федеральную службу Росгвардии, это проведение работы по лицензированию и контролю над оборотом оружия, находящегося на руках у граждан и сотрудников охранных агентств. Для исполнения этих обязанностей создана специальная структура – Центр лицензионно-разрешительной работы. Этот госконтроль реализуется через мониторинг выполнения всех нормативно-правовых актов в области приобретения, производства, транспортировки или хранения оружия. С 29 декабря 2022 года опять изменения были в законе. Это значит, что если человек отказался от прохождения медиасвидетельствования, то он автоматически, как нарушитель, он идет под аннулирование. Такого человека лицензии, разрешения аннулируем, также оружие забираем. Также, если человек, лицо передавшее, управление транспортным средством, человеку в алкогольном опьянении, этот человек тоже считается нарушителем. Особое внимание привлечено сотрудниками отдела к нарезному оружию. За счет особой формы поверхности ствола оно обладает повышенными ударными характеристиками. Следовательно, должно лицензироваться по особым правилам. Повышенные требования к прецедентам на получение лицензии проявляются в том, что подавать заявку на нарезное оружие можно после пяти лет владения гладкоствольным. Некий ряд оружия приравняли к нарезному. Это если вот раньше можно было полунарезное оружие, сверление ланкастер и парадокс, оформить как гладкоствольное оружие, теперь он оформляется как нарезное оружие, то есть со стажем в пять лет. Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы, старший лейтенант полиции Ислам Хатуаев подробно объяснил, как происходит процесс изъятия лицензии на приобретение, разрешение или хранение оружия. Как раз вчера после рабочего дня людям было удобно. Парень умер, в связи с этим надо было изъять его оружие. Выехал на адрес, получается, осматриваем оружие, сверяем номера и в документе описываем все, что находится при оружии. Само оружие, состояние оружия, сколько боеприпасов, магазин, чехол, все описываем. Забираем. В течение суток мы обязаны оружие передать в МВД для дальнейшего хранения. Житель Усть-Джигутинского района Борис Гербеков, как владелец оружия, постоянно посещает отдел для того, чтобы соблюсти все правила по его использованию и хранению. Позвонили, сказали на продление оружия. Вот я по звонку приехал. Решаем вопрос о продлении. Конечно, это очень большая ответственность. В первую очередь, все на тебе. И, естественно, сейф, ключи максимально высоко, чтобы дети не видели. А так ничего сложного нет. К особенностям работы отдела следует отнести достаточно своеобразный график работы. Если многие государственные организации работают в режиме пятидневной недели, то отдел принимает граждан только в течение двух-трех дней. Ограниченные часы приема объясняются загруженностью штатных сотрудников обязательствами по обработке документов. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей в исполнении школьников пятых-одиннадцатых классов. В Черкесске прошел региональный этап международного конкурса «Живая классика». Цель – популяризация чтения среди детей и подростков. Али Баташев подробнее. Мне бы на варке королевой жениться. Вот это да! А что у варки? Удивляется Петька. Ни пятерок, ни мерседеса, ни бабушки. Что это за жена такая? Зато у нее глаза красивые. Для участия в конкурсе Марат Гербеков из Тиберды выбрал рассказ Валерия Постникова «Жених из третьего Б». Немного волновался. А как ты преодолел волнение? Ну, просто родители мне обещали ноутбук, если я займу первое место. Вот я и преодолел так свои волнения. Ну, как ты сам невесту будешь выбирать? По каким критериям? Ну, красивая, добрая. Одно из условий конкурса «Живая классика» – знание текста произведения наизусть. Участники – школьники пятых, одиннадцатых классов 12 районов республики. Репертуар – рассказы детских писателей, не входящие в школьную программу. Со сцены звучали произведения Виктора Драгунского, Юрия Яковлева, Бориса Ганага и других авторов, вызывающие у зрителей самые разные эмоции и впечатления. Я решила отыскать дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра. Там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить. У жюри сложная задача. Из 36 претендентов – выбрать трех финалистов. Критерии оценки закреплены в положении конкурса. Грамотность, выразительность речи, дикция, интонация. Вот такие моменты, конечно, они входят в систему оценки. Но поскольку это творческий конкурс, то самым значительным критерием является все-таки эмоциональность. Способность воздействовать на слушателя, произвести впечатление, вызвать какую-то ответную реакцию. Ну то есть задействованные творческие способности ребенка. Насколько он может проявить себя как артист. Все участники регионального этапа получили почетные дипломы. По итогам конкурса победителями стали Вячеслав Давиденко из станицы «Сторожевая», Ренат Джошеев из Черкеска и Ольга Тереченко из села Уруп Рубского района. Они представят нашу республику в финале всероссийского конкурса «Живая классика», который пройдет с 1 по 20 мая в Международном детском центре «Артек» в Ялте. Али Баташев, Олег Монхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево, Черкесии вновь засияли хрустальные звездочки. Талантливые дети из разных районов республики стали участниками регионального этапа ежегодного всероссийского фестиваля-конкурса, проводимого Федеральной службой судебных приставов. О ярких номерах и победителях расскажет Алиса Меликаева. Это уже 15-й по счету фестиваль, и многие ребята в нем участвуют не в первый раз, но есть и дебютанты. Я здесь сегодня первый раз, я очень волнуюсь перед выступлением. Я буду играть песо на фортепиано, и мне здесь очень интересно. Конкурс «Хрустальные звездочки» проводился по трем номинациям. Вокал, хореография, исполнительское мастерство и по двум возрастным категориям – от 7 до 12 и от 13 до 18 лет. Есть новые номинанты, есть новые конкурсанты, есть наши давние друзья. Желаю всем удачи, желаю вам такого здорового, творческого соперничества. Сменяя друг друга, выходили на сцену юные исполнители. Они виртуозно играли на разных музыкальных инструментах. Многие из них выступали сольно, но в конкурсной программе были представлены и ансамбли. Ребята ответственно подготовились к выступлению, но волнение все же присутствовало. В школе подготовка давалась не тяжело. Больше волновались здесь перед самим участием, потому что детей было участников много, конкурсантов. И вот здесь мы, конечно, волновались. Очень хороший конкурс, потому что я могу посмотреть на других участников и что-то полезное перенять себе, например. Да, я хочу стать великим музыкантом, хочу стать как свой дядя. Хочется поблагодарить за прекрасное мероприятие и пожелать удачи в дальнейшем всем детишкам. Конкурс знакомит с культурой, историей и географией многонациональной России, способствует укреплению дружбы и взаимопониманию между народами. И в произведениях звучали разные темы – фольклор, современные мотивы, патриотизм. «Самих родных, желанных, любимых, таких, строчи, пулеметчик, за синим водочек, чтобы на крючах за рейху». «Наши русские блины просто в егене, за сметаной игрой с маслом варенье». Среди яркого многообразия талантливых музыкантов и певцов сложно было определить победителей. Но жюри справилась с этой непростой задачей. Все участники фестиваля были награждены дипломами, а победители – кубками. Участники, занявшие первые места, примут участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки». Олеся Меликаева, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Ансамбль национального танца «Намы» с сельского дома культуры Аула Кошхабль стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля конкурса «Искусство без границ», который проходил в Санкт-Петербурге в начале апреля. Детский коллектив дебютировал в конкурсе с двумя номерами. Хореографическая композиция «Ожерелье адыгских танцев» принесла ребятам высшую награду «Золотая терпсихора». А «Нежный девичий танец» стал лауреатом первой степени фестиваля конкурса. Руководитель ансамбля Ахмед Адамоков, балетмейстер Хусин Дабаков. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова